Если вы были в Милане и видели только дому или только бутики, можно сказать, что в Милане вы не были. Помимо уже упомянутых достопримечательностей, есть еще несколько топовых мест для посещения, которые реально успеть посмотреть, даже если вы проездом всего день. Перед тем, как приступить к теме более детально, хочу напомнить, что у меня есть два YouTube-канала с Maps Education про зарубежное образование и Егор Еремеев про путешествия и факты о городах и странах. Если вам интересно учеба за границей, возможности построить карьеру за рубежом и выбор страны для путешествий или иммиграции, рекомендую подписаться на каналы. Итак, Дуомо – собор Рождества Девы Марии. Миланский собор является потрясающим образцом готической архитектуры. На его завершение ушло почти шесть столетий с момента его первоначального строительства в 1386 году до окончательного завершения в 1965. Собор является пятой по величине христианской церковью в мире. Его площадь составляет 10 186 квадратных метров, а вместить в себя он может 40 тысяч человек. Внешний вид собора. Он украшен невероятным количеством замысловатых деталей. В нем насчитывается 135 шпилей, 3400 статуй и в общей сложности 700 фигур. Самой известной статуей является позолоченная Мадонна высотой 4,5 метра, которая также является символом города. После установки шпиля тут же был издан указ, что ни одно здание в Милане не должно заслонять с собой эту статую. А если внимательно присмотреться к статуям лицевой части собора, то можно найти фигуру, очень похожую на статую свободы. Интерьер кафедрального собора не менее впечатляющий. С красивыми витражами, замысловатыми мраморными полами и многочисленными писовнями. Главная святыня собора, святой гвоздь, один из тех, которыми был распят Иисус Христос. Каждый год, 14 сентября, в день воздвижения Креста Господня, гвоздь снимают с его места под куполом, чтобы показать прихожанам. Не будем забывать, что Милан является одной из модных столиц и лучших городов для шопинга. А потому среди местных достопримечательностей будут не только соборы или замки. Галерея Витторио Эммануэле – знаменитый торговый пассаж, расположенный в самом сердце Милана. Галерея получила название в честь Витторио Эммануэля II, первого короля Италии. И была построена между 1865 и 1877 годами. Галерея имеет железную стеклянную крышу, замысловато оформленную мозаику на полу и грандиозное центральное восьмиугольное пространство. Дизайн галереи включает в себя различные символические элементы. Мозаика на полу изображает гербы четырех главных итальянских городов – Милана, Турина, Флоренции и Рима. А центральное восьмиугольное пространство символизирует единство Италии. Больше всего достается от туристов туринскому символ – быку. Здесь всегда оживленнее всего и иногда даже выстраиваются целые очереди для того, чтобы стать пяткой на причинное место быка и прокрутиться вокруг себя несколько раз. Считается, что такой ритуал приносит удачу и исполняет желания. Галерея Витторио и Мануэле – это рай для любителей шоппинга класса люкс. Здесь расположены многочисленные элитные бутики, элегантные кафе, рестораны и магазины, Prada, Louis Vuitton, Armani и многие другие. Здесь также можно найти несколько культовых миланских заведений, которые работают уже не одно десятилетие. Например, кафе Кампорино и Маркези, которые дают представление о культурном и кулинарном наследии Милана. Любители книг – посетите легендарный книжный магазин Libraria Bocca. Работает он с 1775 года. Прогуливаясь, можно обнаружить окна над бутиками, где находятся жилые помещения. Тут есть отель Таунхаус Галерея. Это один из немногих отелей, которым в свое время удалось получить аж 7 звезд. В 2017 году отель предлагал постельное белье из 24-каратного золота. Комплект был продан за 293 878 долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова дальше наш маршрут идет к театру ласкало здание построено в 1776 78 годах внешний вид здания выполнен в неоклассическом стиле дарьер роскошный свитиеватыми украшениями элегантными балконами и великолепной люстрой первоначально он был построен по заказу австрийской императрицы марии терезии и спроектирован архитектором неоклассиком джузеппе пьер марини с тех пор театр стал символом культурного наследия милана ласкало имеет давнюю репутацию театра ставящего в основном оперные спектакли здесь выступали известные артисты дирижеры и певцы со всего мира луча на повороте мария колос и артура тосканини джузеппе пьер милана ласкало некрасиво ноги ласкало и ласкало а а и и и театр славится не только своей оперой но и балетными постановками и балетной труппой она была основана в 1813 году что делает ее одной из старейших балетных трупп в мире репертуар балета ласкало включает классические шедевры современные произведения инноваторские хореографические творения из неизменной классики лебединое озеро спящая красавица жезель балет ласкало часто сотрудничает с оперной труппой театра ласкало для создания грандиозных постановок сочетающих музыку пение и танец при театре есть балетная школа которая является ведущим хореографическим учебным заведением италии у ласкало есть особая традиция связанная с его премьерными выступлениями сезон начинается 7 декабря в день празднования святого покровителя милана святого амброджо премьера долгожданное событие на котором присутствуют высокопоставленные лица знаменитости и любители оперы со всего мира милана святого амброджо премьера Замок Сфорца, он же замок Сфорцеско. Был первоначально построен в 15 веке семьей Висконтии, которые в то время были правителями Милана. Позже он был отремонтирован и расширен семьей Сфорца, правящей в Италии в период Ренессанса. Первоначально он был построен как средневековая крепость, затем преобразован в роскошную резиденцию эпохи Возрождения, а позже служил военными казармами. Есть версия, что миланский Костелло Сфорцеско послужил образцом при строительстве Московского Кремля. Это вроде бы подтверждается сообщением Алевиза, одного из итальянских архитекторов, принимавших участие в строительстве Московского Кремля. Но не исключено, что это было просто желание архитектора польстить своему герцогу. Музыка 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 Под Костелло Сфорцеско находится секретный подземный ход, который был построен в эпоху Возрождения и служил путем вступления для правящей семьи во времена опасности или осады. А одна из комнат замка, известная как Казала Дели Ассе, когда-то была украшена потрясающими фресками Леонардо да Винчи. Но фрески были скрыты под слоями побелки и были вновь обнаружены только в ходе реставрационного проекта в 20 веке. На сегодняшний день на территории замка Сфорцеско находится несколько музеев и культурных учреждений. К ним относятся музей древнего искусства, музей музыкальных инструментов, музей декоративно-прикладного искусства, музей египетского искусства, музей ранней истории и археологический музей. Одной из примечательных достопримечательностей Костелло Сфорцеско является незаконченная скульптура Микеланджело под названием Пьетто Рондонини. Она хранится в музее античного искусства и считается одной из последних работ Микеланджело. Костелло Сфорцеско 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 Улица получила свое название в честь Наполеона Бонапарта, который правил Миланом в конце 18 века. Виамонте Наполеона изначально была дорогой, соединявшей Милан с сельской местностью, но со временем она превратилась в гламурное место для шопинга. Сегодня сама улица может похвастаться красивой архитектурой с элегантными фасадами и величественными зданиями, в которых расположены роскошные бутики. Улица является центром модных мероприятий и показов. Здесь проходит неделя моды в Милане, одно из самых значимых событий в мировом календаре моды. В это время улица оживает благодаря презентациям подиумов, дизайнерским витринам и гламурным вечеринкам. Неподалеку от улицы есть местная лес лавы. В самом центре города среди многочисленных бутиков и магазинов, между Корсо Витторио Эммануэле и Пиаце Сан Бабило прячутся отпечатки ладоней Шварценеггера, Шерон, Стоун Кирка, Дугласа, Патрика, Суэйзи и других звезд Голливуда. Ребята, по статистике мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. Я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!